Я хотел бы еще раз поговорить об одном вопросе, потому что постоянно говорят о том, сколько долей будет, как доли будут преобразовываться в акции, будет ли один доллар одна акция. И постоянно идет вокруг это какие-то обсуждения. Да, кстати, немного прервусь. Уважаемые коллеги, у меня уши не красные, нет? Нет? С ушами все нормально. Надеюсь. Вот так, или вот так вот показать, да? Ну, может, они у меня будут красать от наушников, да? Сомневаюсь. Смотрите, я думаю, что было бы правильнее на вопрос о долях, для того, чтобы было понятнее, поговорить, каким образом. Вот представьте, допустим, вы получаете в банкомате 10 тысяч рублей заказываете. И 10 тысяч рублей, допустим, это ваши инвестиции. Скажите мне, вот эти 10 тысяч рублей, их номинальная ценность будет, как будет зависеть от того, выдадут ли вам банкомат двумя бумажками по 5 тысяч рублей, либо 10 бумажками по 10 тысяч рублей, либо 10 бумажками по 100 рублей. Сумма у вас как-то поменяется. Потому что даже и здесь вы инвестировали определенный пакет, и он остается в пропорции такой же, в зависимости от того, с учетом дисконтов, по отношению к общей сумме, какой вы проинвестируете в общей сумме, долю в общей сумме. И не зависит от того, сколько акций вы в итоге получите. Ваш процент в общей сумме инвестиций, с учетом дисконтов, от этого не изменится. Просто от того, как будет меняться, какова будет стоимость одной акции, начальная цена, будет зависеть удобство обращения этих акций, ни более, ни менее того. И вот номинальную стоимость акций при выпуске будем определять, исходя из того, чтобы было удобно обращаться с ними. Но ведь если долей больше, то ценность каждой доли меньше. Да, правильно, каждая доля меньше, но у вас больше долей получится. Понимаете? Вот в чем дело. В деньгах это останется то же самое. Значит, теперь следующий момент. Павел говорил о том, что нас проверяли. Нас не просто проверяли, нас проверяют постоянно. И налоговая у нас как в своем кармане, собственно говоря. Мы мониторим все, что у нас есть и что мы делаем. И вплоть до того дошло, что сейчас рассматривается вопрос о том, что будет постоянно действующий независимый аудитом работать у нас. Для того, чтобы каждый шаг контролировался независимым аудитом. Связано то, с чем? Ну, с тем, что в основном мы постоянно подаем на возмещение ДС. Ну, и, соответственно, тем самым вызываем на себя огонь. Ну, не огонь, а повышенное внимание. Ухо не красное, нет? Да. Вот. Поэтому мы постоянно находимся под контролем. Так что проверяют нас постоянно. И под контролем постоянно. Поэтому там какие-либо операции мы и сами не планируем, и не занимаемся этими делами. А уже пишут, уже красно. Ну, это от этого самого, от наушников. Ну, и нам спокойнее, когда контроль постоянно работающий, если мы где-то оступимся, или даже попытаемся оступиться, нас уже старшие товарищи поправят, скажем так. Теперь о том, что Павел сказал, о суммах. Что в рассрочках мы собрали заявленную первоначальную сумму. И возникли вопросы, а почему повышаем до 50 миллионов? Вот представьте, что вам надо из рогатки, или даже из пистолета, положено, попасть в мешиль, находящийся на расстоянии 25 метров с завязанными глазами. При этом учитывать, что дует порывистый ветер. Это приблизительно такая же задача, как задача точно рассчитать стоимость проекта на начальном этапе. И попасть чуть-чуть в чуть-чуть. Ну вот если мы приравняем порывы ветра к колебаниям курса, то задача становится очень интересной. Потому что вы же видите, допустим, что сейчас с курсом делается. И что на протяжении всего инвестирования, что происходило. Плюс еще как действуют поставщики, какая у них политика сенообразованием. И много-много других факторов, влияющих. Поэтому задача сравнима с такой же задачей, как я и сказал. Либо задача, когда по баллистической траектории стреляешь непроверяемым снарядом. Можно либо очень мощным снарядом, бахнуть, либо массированным, либо как угодно. Поэтому попасть в цел мы стопроцентно не могли. Но тем не менее, подойдя к этому этапу, мы можем говорить, что наша оценка была достаточно точной. И смотрите, что когда... Ну, станьте сами на мое место и вообще на место других людей, которые начинают подобные проекты, вы вообще оцениваете. Потому что вы рискуете, допустим, каждый вносит деньги, рискует конкретной суммы. Вот, а мне приходилось, и команде пришлось рисковать практически всем. И когда стартовали, ведь опыта у многих людей не получено в команде, не было. Как развернется, как будет происходить все это дело. Очень много факторов, очень много факторов, очень много было рисков, колоссальнейшее количество рисков. Их надо было оценить, и не только оценить, и надо было предусмотреть различные варианты развития событий. И в сфере привлечения инвестиций, и в сфере развития технической базы, и проекта. Поэтому на сегодняшний день, раньше я немножко говорил об этом, на сегодняшний день я раскрою более полную информацию. Это проект здания, который вы видели, вообще всего центра, проектно-конструкторско-технологического бюро. На самом деле, он состоит и состоял из четырех, в принципе, практически независимых модуль. Либо ТАПов, как угодно, по цели. Пятым был непосредственно площадка НИИТЭ. И в зависимости от развития проекта, мы предусматривали возможность развития сценариев в пяти направлениях. Если бы мы собрали только мизер, небольшой мизер, то мы могли бы оснастить только ту площадку, которую мы сейчас ориентируем. И не войти в этап строительства. Это первое. Второе. Если бы мы собрали чуть больше мизера, то тогда мы бы ограничились строительством административной части, которую можно было бы разместить конструкторов, технологов, службы и кураторов, которые бы вели изготовление необходимых деталей, узлов. Методом, по кооперации скажем так, метод размещения заказов, уставить и исполнить. Если сумма более высокая собиралась бы, то вот это предусматривался бы первый этап, это левая часть помышленного здания, в которой мы бы расположили оборудование для опытного производства. Более полное привлеченное финансирование позволит нам бы сделать весь комплекс строительства, но без учета оснащения участка мелкосерийного производства и производства установочной партии. Без его оборудования и без оборудованной части экспериментального участка. Поэтому вот это та схема, которая нами просматривалась на тот случай, если бы не было собрано достаточно средств привлечения. Именно поэтому мы активно, в первую очередь, развивали лабораторную часть на арендованных площадях для того, чтобы мы могли даже в этих условиях начать разработку двигателей. В принципе, на сегодняшний день, по завершению 2019 года, мы можем говорить о том, что 4 модели двигателя, 90 сотов габарита, у нас разработаны. Первая модификация двигателя, которую мы можем уже ставить в производстве, части Е3, Е4, мы можем уже предлагать в основу предпроизводства. Поэтому это уже сделано. Следующий момент. Вот мы говорили о том, что если не до финансирования. Что будет, если будет привлечено средство больше, чем предусмотрено? Значит, в этом случае мы имеем возможность дооснастить вторую очередь этот участок по производству опытных и установочных партий. Значит, эти суммы ни в коей мере не ухудшают общее положение всех инвесторов, а наоборот усилят их позицию, потому что работа этого участка позволит нам в кратчайшие сроки реализовать первые же разработки и предложить их продажу уже в полном объекте. В случае задержки переговора процесса у нас появляется возможность маневра полувремени, потому что мы можем приступать уже к производству партий двигателей, собственного производства, и реализовывать их на рынке. Это существенно упрочные позиции на рынке и существенно укрепляет наши переговорные позиции. Вот то, о чем мы с вами раньше не разговаривали. И, в принципе, то, что я говорил, что лишняя информация, она повышает уязвимость. Но мы с вами эти этапы прошли, поэтому об этом сейчас уже можно говорить. Эту информацию мы можем обсуждать. И что можно сказать в связи с этим? Ну, небольшая мелочь. Дело в том, что нам сейчас стали предлагать деньги под малые проценты, кредиты, участие, инвестирование, производство и так далее. Договороспособность финансовых структур резко возросла благодаря нашей с вами работе. Если год назад они еще просто присматривались, сейчас уже разговоры совершенно другие. Плюс ко всему, нам стало намного проще разговаривать с подрядчиками на выполнение работ. Появилось поле для маневра. И в этом случае наши позиции и в этом плане существенно упрочнились. Поэтому, как говорится, есть поле для маневра. Я говорил о том, что у нас появилась возможность сегментировать проект. Потому что при завершении, привлечении инвестирования в финансовых средств для первой части, для строительства проектно-конструкторского технологического бюро, мы можем развивать проект далее. Каким образом? Мы можем эти средства, которые сейчас привлекаются с других государств, с другими участниками, в создание производственных мощностей, собственных производственных мощностей. Причем предварительные переговоры, я уже говорил, были проведены, в частности, по площадке Лежа-Алабышу и по Липецкой площадке, на которых мы можем создать уже в производстве под собственные двигатели, под собственные разработки. А, кстати, еще один момент. Дело в том, что запуск экспериментов в опытном участке для производства установочной партии позволит нам в кратчайшие сроки начать производство мотор-колес. Потому что, допустим, стартовать с крупного производства, такой, как вот вообще промышленные двигатели, мотор-колеса, ну, гейцин и собрали. Потому что сейчас надо не просто мотор-колеса производить, а уже и контроллеры, и уже двухколесные транспортные средства не приспособлены велосипеды, чтобы велосипед взяли и присобачили туда колесо, извиняюсь за вражение, а именно транспортное средство двухколесное, трехколесное, четырехколесное, которое разработано уже с учетом использования в его составе мотор-колеса. И вот такой участок он позволит делать не только установочные партии, но и первые партии мотор-колес, которые можно будет уже выводить на рынок. теперь возвращаемся к вопросу, для чего развивать до 50 миллионов. Опять-таки я немножко отвлекусь. Значит, 50 миллионов необходимо из-за чего? Во-первых, мы по ценам немножко не угадали, потому что все-таки деньги требуются несколько больше, потому что, во-первых, и курс, и стоимость оборудования изменились, поэтому мало 50 миллионов. И вот если возвращаться ко второй части, то, что люди, допустим, сейчас будут ходить в новый проект по следующему этапу, мы эти деньги можем направить на создание собственного производства, выделивая, допустим, в отдельное юридическое лицо. Вот. И там уже те, кто будут инвестировать, у них не будет таких этапов, естественно, как сейчас. Там первые этапы с такими дисконтами, как были. Потому что риски уже минимизированы до нельзя. В принципе. Поэтому, значит, в случае положительного решения, если здесь все за и против, мы можем принять подобное решение и развивать этот проект более масштабно. Если мы будем иметь собственное производство, это существенно упрочняет позиции основного проекта, компании SoloMash. Потому что у нас еще более прочные и твердые позиции становятся переговором процесса. и, соответственно, мы достаточно уверенно можем создавать производство, потому что мы будем знать, что производить, для кого производить и сколько производить. и не не надо будет нам постоянно маневрировать, постоянно находить точки согласия, идти на уступки и так далее. мы можем проводить собственную независимую политику. Это более выгодно и более удобно для всех и как для разработчика, так и для производства. При этом мы можем в этом случае туда уже допускать и крупный капитал, потому что многие хотят сейчас уже участвовать, активно участвовать и дело в том, что если мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству электрических машин, тут уже условия стартовые будут оговариваться в самом начале. Потому что когда мы начинали проект СОЛАРГУП, там были оговорены, что мы делаем только с участием физических лиц. А здесь уже можно разговаривать уже и о других условиях. А это достаточно интересно и интересно как для участников первого этапа инвестора и последующих этапов, которые последуют за 12 этапом. Поэтому мы с вами уважаемые инвесторы, коллеги, партнеры выходим собственно говоря если говорить военным языком на стратегический простого. Сразу же хотел ответить кто-то написал что 50 соберем еще накинете. Поверьте правильно, я накидывать ничего не соберусь, не хочу и я бы хотел наоборот чтобы цены не росли, я бы вообще хотел чтобы доллар упал еще больше для того чтобы не вырос чтобы у нас оборудование мы покупаем в основном за рубежом, чтобы мы тут сэкономили еще что-то. Посмотрите Владимир, вы пишете что я не об этих 10 миллионах, я про то что часть долей должны быть выкупать по дискотту 20, причем большую часть. Я с вами согласен, пускай выкупают выкупают и крупные все остальные которые сидели ждали, но уже при строительстве завода, заводы если он заработает заводы то мы с вами на этом заработаем основной проект ЦУЛМАШ он там быстрее заработает и быстрее получит прибыль. Поэтому в наших интересах во всех интересах всех инвесторов тоже проинвестировал чтобы инвестирование продолжалось чтобы этапы продолжались и чтобы деньги пошли на строительство завода потому что заводы строить проще потому что это же самый проект который мы сделали архитектурную часть с оборудованием совсем оно при небольшой доработке это уже тот же самый завод и поэтому затраты времени на проектирование будут намного меньше можно быстрее прийти непосредственно к этапу строительства завода и поэтому можно сделать так что после завершения работ над проектом ЦУЛМАШ буквально через год заработает первый завод и первые же разработки начинал там производить это что плохо я за то чтобы по 20-му этапу и не будет 200-го этапа поверьте никому это не надо это не надо как это не надо